Всем привет! Являя владельцем оружия Таймень и Вланник, я столкнулся с проблемой разного хвата. У Вланника хват пистолетный, у Тайменья дуэльный. Когда перехожу с одного ружья на другое, приходится некоторое время привыкать. Поэтому я решил попробовать установить на Таймень рукоятку схожую по форме с рукояткой Вланника. Заказал умельцу из Волгограда посылку, и вот она пришла. Заказал умельцу из Волгограда. Заказал умельцу из Волгограда. Инструкция по установке. Заказал умельцу из Волгограда. Заказал умельцу из Волгоград. Пробка достаточно туго сидит. В шершавую поверхность. Спусковой крючок. Винт регулировочный. Ну что ж, будем настраивать согласно инструкции. В этом видео я продемонстрирую, каким образом собирать кружьё, то есть устанавливать рукоятку. Вы демонтировали свою старую заводскую рукоятку. Открутили клапан, закачивали. Берёте альтернативную рукоятку и плотно осаживаете до упора. После этого мы закручиваем корпус клапана. Заднюю втулку. Первое движение можно сделать пальцем указательным для того, чтобы попасть на резьбу. Дальше, когда появляется уже сопротивление, то есть заходит резиновый уплотнитель. Я использую вот такое вот приспособление. вот такой вот ключ для затяжки клапана закачки. Сделаем он из сверла передевого по дереву диаметром 22. Пусть я попадаю в шлицы. Дальше, используя пускогубцы, произвожу затяжку. Тим самым клапан затягивает нашу рукоятку на задней втулке. Теперь он никуда не денется. После этого мы будем устанавливать спусковой крючок. Теперь обратите внимание, установку спускового крючка в рукоятку необходимо производить до накачки рабочего давления в ресивер. Для того, чтобы шток шептал, он был утоплен и не мешал установке спускового крючка. Спусковой крючок у нас устанавливается сложно, но возможно. Пытаемся попасть вот таким образом в прорезь и дальше аккуратно подвигаем в рабочее положение спусковой крючок. У нас есть ось из нержавеющей стали. На одном конце оси у нас сделана фаска под конус. Для того, чтобы нам было удобно совместить отверстие спускового крючка. Отверстие спускового крючка и ось вставляем и начинаем стихонечко отдавливая на ось попадать в отверстие спускового крючка на ось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы проверяем, так сказать, работоспособность собранного в нашу механизм. Нажимаем на спусковой крючок. Сработает у нас линейство. Увращаем его, происходит щелчок. Вот я на следующий момент использую ось меньшего диаметра, для того, чтобы не забивать отверстие под рабочую ось. Вот, значит, после того, как мы установили рабочую ось, мы используем насос, вкручиваем его. В корпус закачки клапана и накачиваем рабочее давление. После этого, как рабочее давление закачано, мы производим регулировку чувствительности спускового крючка. Значит, мы берем шестигранник нужного нам размера. И я его обрезал, для того, чтобы удобнее было помещать его в спусковую скобу. Устанавливаем шестигранник. И начинаем регулировать установочный болт, который у нас находится в спусковом крючке. Значит, сильно закручивать не надо. Нам достаточно избавиться от паразитных рельтур, люфтов. Вот, и не сильно поджимать штук шитала. Вот, после того, как мы отрегулировали, можно зарядить ружье. Желательно, чтобы гарпун был без наконечника. И, уперев в деревянную какую-нибудь подставочку ненужную, в полу, мы заряжаем ружье и начинаем настраивать дальше чувствительность нашего спускового крючка. Идеально ружье должно работать таким образом. При нажатии на спусковый крючок у нас сначала освобождается линий сброс. То есть происходит сброса линия рабочего. Вот, и дальше, в замедленном движении, если смотреть, то освобождается шептала, вот, которая у нас удерживает поршень. Ну, происходит быстро. Значит, перед тем, как заряжать, досылать гарпун к стволу, необходимо вернуть в рабочее положение линий сброс, намотать рабочий линий, и тогда уже досылать и фиксировать гарпун к стволу. Вот, в принципе, все. Значит, крышка, клапаны закачки вытаскивается таким образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА